В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. Новое обстоятельство трагедии Виктории. Директору предприятия, которая занималась реконструкцией лагеря, вручили подозрение о присвоении почти полумиллиона гривен из городского бюджета и подделки документов. Об этом сегодня сообщили в прокуратуре. По информации ведомства, руководитель субподрядной организации завышал стоимость ремонтно-строительных работ за счет размера единого взноса на государственное соцстрахование. Количество сотрудников, указанное в актах выполненных работ, превышало реальное. Это были акты выполненных работ, на них был подписчик директора, на них были печатки товариства с ограниченной ответственностью поставлены. И экспертиза нам дала, что действительно были завышены результаты работ шляхом служебного подробления, что установлено в ходе досудового расследования. Сегодня с этим человеком продолжаются следствия. В ближайшее время будем вертаться до суду с оборудованием запобежного захода. Досудебное расследование сейчас ведется сразу по двум статьям. Их санкции предусматривают до 8 лет лишения свободы. Напомню, в сентябре прошлого года при масштабном пожаре в лагере Виктория погибли 3 ребенка. Продолжается рассмотрение дела об убийстве сотрудницы следственного изолятора Алены Порошенко. Сегодня заседание так и не состоялось из-за плохого самочувствия обвиняемого. Несколько дней назад в СИЗО Василий Чемерис проглотил посторонние металлические предметы и пытался вскрыть себе вены. Сьогодні це вперше було заявлено винуваченковое питание, что перенесло в связи с состоянием здоровья. Своего боку я буду намагаться заясувати его состояние здоровья, тяжкость и уже надеюсь, что до наступного судового заседания у меня будет хоть какая-то информация с приводу возможностей участия. Хоча я не эксперт, не лекарь, тому категорично самостоятельно принимать решение может он чи не может принимать заседание, звісно, я не могу. Як голосив особисто обвинуваченный, він, так зрозумію, проковтнул сторонні металевые предметы. Ранее подсудимый Чемерис заявлял, что пошел на преступление по принуждению. Якобы некий сотрудник СИЗО вместе с еще одним арестантом угрожал ему его семье, вынуждая совершить убийство. Чемерис уже отсидел 14 лет за аналогичное преступление, а когда вышел на свободу, практически сразу был задержан за разбой. Очередное преступление рецидивист совершил 17 августа прошлого года. Он убил и расчленил младшего инспектора отдела режима и охраны Алену Порошенко. Сейчас ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Четыре сотрудника госслужбы по чрезвычайным ситуациям пострадали во время тушения пожара на Дальницкой. Поздно вечером в складском помещении станции техобслуживания загорелись горючие смазочные материалы. Огонь распространился на оба этажа здания. Общая площадь пожара 200 квадратных метров. Из-за сильного огня обрушилась крыша, на месте работало более 60 сотрудников ГСЧС. По информации службы, пострадавшие спасатели первыми вошли в горящее помещение. Першая ланка газодомозахисной службы, которая зашла в помещение, была завалена элементами конструкции будильни. Выникло несколько выбухов. Природа выбухов наразе встановляется оперативно-следственными действиями. Пострадавших пожарных скорая доставила в 10-ю горбольницу. Троих из них сразу перенаправили в другие лечебные заведения по профилю травм. Четвертого с ожогами первой-второй степени около 10% поверхности тела забрали в реанимацию. Стание у него стабильное. После вчерашнего дня вечера и сегодняшнего утра стабилизировалось. С положительной динамикой. В средней тяжести. По согласованию с руководством военного госпиталя с согласованием он был переведен. Согласие, естественно, пострадавшего для дальнейшего лечения он был переведен в хирургическое отделение военного госпиталя нашего Одесского. Причины возгорания пока неизвестны. Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Ведется расследование по возможным нарушениям требований пожарной безопасности. Отмечу, что одна из машин на место происшествия так и не доехала. По информации ГСЧС, легковушка на перекрестке Балковской и Дальницкой не уступила дорогу автоцистерня с включенными сигналами. Пострадали водители, двое пассажиров Вольксвагена. Все трое госпитализированы. Застройщик начал рушить жилой дом на территории бывшего военного городка. Строительная компания возводит 4 24-этажки на Гагарина. Соответственно, объекты военгородка идут под снос. Но есть проблемы. Две семьи до сих пор не отселены. Одна из них живет в одноэтажном доме, но занимает лишь половину площади. Вторая половина дома пустует. Их сосед уже отселен на промышленную. В опустевшей квартире застройщик начал демонтажные работы. По словам местных жителей, строители сняли несколько метров рутбероида отбойными молотками. Снесли часть крыши. Соседи стали бить тревогу. Они живут там с маленьким ребенком. А параллельно судятся с Министерством обороны и застройщиком. Судебные тяжбы длятся уже более пяти лет. Апелляции за жильцами дело дошло до касации. У нас было два суда. Был апелляционный суд. Который мы выиграли. Но почему-то нам не предлагают ничего. Мы здесь продолжаем жить. И так как выселился наш сосед, теперь пытаются сломать его половину. Сын увидел, что люди ходят по дому, залазят на нашу общую крышу и начинают какие-то действия по разрушению соседней. Снимают крышу. Вот можно увидеть. Я заснимала. Посмотрите, вон стоит лестница. Вот они сейчас ушли. Видно, увидели вас. Максим Федотов, он военнослужащий. Ему подарили квартиру. И он съехал отсюда. Освободил эту комнату. Вот это окно достал он. Второе – это его тоже имущество, которое он попросил сохранить. Поэтому те действия, которые производили сегодня сотрудниками, это был демонтаж окон и крыши. Это делалось в первую очередь для того, чтобы сюда не заселились бездомные люди и не устроили пожар, как это часто бывает. В зданиях, где проживает эта семья, трогаться не будет. Вот эта часть, откуда выехал Федотов? Производится работа на ней по демонтажу окон, демонтажу крыши. Будут производиться? Ну, я не знаю, технические возможности, возможно ли это, потому что все-таки тут проживают семья. Раньше на территории военного городка проживало около 60 семей. Неоселенными остались всего две, которым отрезали коммуникации. Обе семьи ищут правду в судах. Отремонтирован самый проблемный участок трассы Одесса-Рени. Дорогу, соединяющую контрольно-пропускной пункт в молдавском селе Паланка с населенным пунктом Монаж и Белгороднестровского района, начали приводить в проезжаемый вид в конце июня. 30-километровый участок весной пришел в полное запустение. От КПП до Монаж путь составлял не менее часа. После окончания работ на приграничной территории и в транзитной зоне дорожники переместились к райцентру Сарата, где продолжат ремонт трассы М-15. Это был самый проблемный участок трассы Одесса-Рени. В этом году 30 километров. Мы видели, что эта дорога практически завершена сегодня. По концу дня уже будет закончено все, включая разметку. Во вторник в Одессе презентовали первый электробус производства Одесгорэлектротранса. Его планируют запустить по улице Балковской. Электробус появился в результате глубокой модернизации троллейбуса Шкода 21ТР. В нем обновили салон, установили новый электромотор, купленный на заводе Шкода в Чехии и аккумуляторы. Максимальная дальность автономного хода 50 километров, однако в городских условиях она составит 25-30 километров. Троллейбус может подзаряжаться в контактной сети на разворотном кольце в районе Пересовского моста, а дальше следовать по улице Балковской до Горбатого моста. И вот мы сегодня хотим апробировать первый электробус. Планируем его запускать по улице Балковской. Дальше будем наращивать парк для того, чтобы по улице Балковской ходил общественный транспорт. Нашим дорожникам дано задание продумать, просмотреть, если уже утрачено у нас трамвайное полотно по улице Балковской, значит, сделать выделенную полосу. Это будет большой труд, чтобы разработать саму концепцию, логистику. Для того, чтобы по выделенной полосе ходил общественный транспорт в виде электробусов. Кроме того, презентовали модернизированный трамвай с новым дизайном, который выпустили вагоноремонтные мастерские КП «Одессгорэлектротранс». Он стал 17-м вагоном, собранным за последние два года и первым в новой космической серии. Трамвай этого типа получили название «Одиссейх». Его выбрали горожане на открытом конкурсе. Был конкурс, мы о нем ранее говорили. Девушка Алла, житель нашего города. Честно говоря, я сам сегодня с ней познакомился, только вот ее название посчитали оптимальным. Оно и с названием города перекликается, и есть, знаете, мы как «Одиссейх» к этому вагону очень долго шли и вот наконец-то дошли. Спасибо большое. Видите, что мы поддержали ваш проект. Образование классное. Новое в нашем сознании, но очень подходит, я думаю, нашим машинам. Вот мы хотим сегодня в память о нашем трамвае, выпустили наше предприятие коммунальное, зарегистрировали официальную марку. Это история, история нашего предприятия. Первый «Одиссей» обошелся городу в 6 миллионов 600 тысяч гривен. До конца сентября его будут испытывать, а в следующем месяце запустят на линию. Трамвай обслужит 18 маршрут. Следующий вагон мастерские намерены изготовить в ноябре. Всего предприятие закупило 6 кузовов с обновленным дизайном. Отметим, что во время презентации нового транспорта также был открыт Музей истории Одесского электротранспорта. Проект «Новая украинская школа в действии». 650 первоклассников Саратского района начали учебный год в переоборудованных классах. Антискалиозные парты и стулья, дидактический материал, мультимедийная доска. Оборудование для преподавателя, в том числе ноутбуки и принтеры, уже закуплены и используются в образовательном процессе. В отличие от некоторых школ с севера области, в Саратском районе все учебные заведения обеспечены необходимым оборудованием. Это касается как населенных пунктов вдоль трассы Одесса-Рени, например, Сарата, Заря, так и сел, которые находятся вдали от цивилизации. Цифры на магнитах, то есть мы можем их крепить на дождь, дети себе в свободный час рассчитывают, складывают приклады и так далее. Ну, это мы будем использовать уже позже мирные литки. Это у нас лупы для взгляда мелких древних предметов. Также у нас тут есть музыкальные инструменты. Чтобы открыть новую аудиторию для первоклассников во всех школах района в Сарате тендерными процедурами занялись еще в мае. Те, кто потерял драгоценное время, говорят, в райадминистрации столкнулся с проблемами. Отечественные предприятия по производству мебели просто не справлялись с таким количеством заказов. Вы знаете большую проблему, потому что не все школы в районах не закупили мебель для первоклассников. Да, есть определенные бюрократические перепоны о проведении тендеров. Но мы начали эту работу максимально сложенную еще в травмах, чтобы закупить эти мебели. Было дофинансовано с районного бюджета 1,5 млн грн. до той субвенции с государством 1,7 млн, что пришла до нас. С государственного бюджета было дофинансовано. И, как вы видите, результат. В Александровке жалуются на нашествие коз, свиней и лошадей. Местные говорят, что виноваты в этом односельчане, у которых этот скот живет во дворе. Круглосуточно животные пасутся на соседских огородах и поедают урожай. На улице полная антисанитария. Сельчан также шокируют, что следит за таким большим хозяйством 7-летний мальчик. По их словам, родители заставляют ребенка работать до поздней ночи. Анна Городенцева продолжит тему. Непривязанные козы, то и дело, зарятся на соседский урожай. А вместе с ними свиньи, ослы, лошади. Хозяйство ходит без надзора. То есть день и ночь они себе гуляют, как хотят, где хотят. Подсъедали все деревья, все кусты, все цветы на улице. Вот на нашей улице у меня лично. Лошадь, значит, у меня хотела кушать, подошла ко мне. Я со страху, конечно, испугалась. Отдала ей булку хлеба и еле-еле унесла в ноги. Несколько десятков животных это хозяйство Павла. Но несмотря на предписание установить ворота своего дома, делать он это не спешит. Вот вы это все сделали, но вы никогда не помогли ни о чем. А чем тебе помогать? Вот депутат нашей улицы. Чем помогать? Скажи, чем помогать. Мы тебе будем государство обязано 2 гектара дать. Пускай здраво. Тебе обязано государство? Тебе никто ничем не обязан. Тебе дали участок. За что я не знаю, за что тебе дали участок. Люди говорят, до поздней ночи за многочисленным скотом следит совсем не Павел. Домой скот загоняет его семилетний сын. Когда уже очень темно на улице, он еле-еле идет. Ему страшно. Он постоянно просит, чтобы кто-то ему помог. Провел до места назначения, где прибито животное. Коза, цапли, ишаки. Просит, чтобы его хотя бы просто провели, потому что ему страшно добраться туда. Они прибиты в хаотичном направлении. Нет какой-то определенной территории, где отмечено, где животное. То там, то там прибито. То на той улице, то на той части поля, аж в конце улицы. Но они не прибивают их, они сами домой придут. Да, то есть и часть животных приходит сами. А ты собирал ребенка, загонял его чистить навоз. Давал ведро и лопату. О, мать, ема. Короче, товарищи, верьте ей, не верьте мне. Это правда. Все. Верьте ей, не верьте мне. Как бы ребенка услышали, что ты хотела. Маша, покажи. Я не хочу. Маша, ну 10 часов вечера. Я не хочу. Значит, ты не прав. Я обманываю. Ребенок плачет по улице. Коза замоталась. Люди по улице должны помочь этому ребенку размотать козу. Он плачет, видно, боится. Ну что, с этой козой ночью он бедный плачет, идет по улице. И не может размотать козу. Люди там помогают ему. Сам семилетний Ярослав перечисляет, что умеет делать по хозяйству в своем юном возрасте. На лице у мальчика шрам. Именно из-за него обратили внимание общественники на семью. Фотография Ярика появилась в соцсетях. Якобы он упал с ослика конкурентов его отца, который занимается аналогичным бизнесом. Мені ще показали цю фотографию. Кажут, це ця дитина. Саме мешканці ці впізнали цю дитину Ярославчика цього. З приводу того, і кажуть, дивись, його мачеха Люба, це співмешканка, така в цивільному шлюбі вони живуть. Ми її також бачили. Вона виклала цю фото. Це фото виклала власної дитини для того, щоб усунити конкурентів. Вони там займаються, у них є коні, у них є поні, ішаки. Вони для розваг займаються цими конями на пляжах Лузановка, Коблево. Мальчик у мене активний, любить палацик, любить побігати. Буває, спотикається. Буває, різне таке. Випусти його, пожалуйста. Волосик ударив? Нет. Вон опасно. Владельце дома мать Павла Надежда, который уже 4 месяца по словам женщины не может попасть себе в дом. Ярослава, открой двери, пожалуйста. Откройте двери, пожалуйста. Я можу в дом не пускать. Я хозяйка дверя. Хозяйка, хорошо, товарищ. Смотрите, как она дала мать дом, щоб я жив. Так получилось, що я хозяйка дома. Меня 4 роки принижали. Оттуда з дому з литейной забрали. Все сказали, що мене пожалели. І взяли, пока пожалели. Так, дай мені, пожалуйста, поговорити. Щоб мене пожалели, але ввезли оттуда все. А 21 мая його дома не було. Невестка притянула до мене руки і вигнала мене з хату. В 9 часов, в полдевятого я ушла отсюда. І не пускають мене в дом, не забрать вещи. Я вот в чем ушла, так і хожу. Не пускають мене ни до двора, ні вещи не дають. Заставляють його выгонять животное, пригонять животное. Його дома другой раз не бывает. А она спит, а он обязан делать. І він мене позавчера заявив, приїхала його мать, ми гуляли, я тоже подъехала. І сказала, Ярослав, що таке? Чому ти весь такий поцарапанний? Тебя Люба бьет, да? А она бьет мене ремнем. В сельсовете неоднократно требували, щоб у дому установили ворота. Тому решили наказати семью штрафом. В среду снова рассмотрят этот вопрос. Но не скрываю, платить, скорее всего, придется Надежде, в которой там больше не живет. Официально она – хозяйка дома. По господарській книзі рахується господаркою хто? Так я розумію. Але якщо людина має всі права, але не використовує їх, ви повинні повернути. Я туди зайти не можу, вони не пускають навіть до двору. Я їх можу використовувати, бо зараз була вся журналка є. Зрозуміло. А що касається маленького Ярославчика, в сельсовете разводять руками. Говорят, доказательств того, що дитина воспитують недовжним образом – нет. Кстати, як живет мальчик, його отец і мачеха наотрез відказалися показувати. Я зберіюся ворота. Якщо качество футбольного поля на стадионе «Черноморец» не приведут в порядок, матчі моряков можуть перенести в другой город. Із-за того, що в игрі з «Динамо» газон був почти полностью жовтого цвета, українська прем'єр-лига обратилась в клуб за объясненнями. По словам исполнительного директора «Прем'ер-лиги» Евгения Дикова, он получил обещание гендиректора «Черноморца» Анатолия Місюры исправить ситуацию уже к ближайшему матчу с футбольным клубом «Вов», который состоится 16 сентября. Ми неоднократно звонили до футбольного клуба, контролировали эту ситуацию, потому что состояние поля, которое на сегодняшний день есть, оно, конечно же, не соответствует уровню «Прем'ер-лиги». Мы были на матче «Вовска-Черноморец», на котором как раз встречались гендиректора клуба «Черноморец», общались, и он нас уверил, что к следующей домашней игре поле будет приведено в надлежащий вид, что сейчас идутся там соответствующие работы для того, чтобы эта ситуация, которую мы с вами лицезрели в последней игре, все-таки была ликвидирована, и поле все-таки было зеленого цвета, и такого качества, как привыкли одесситы, и, в принципе, весь наш украинский футбол видит поле в одессе. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. До скорого.